В этом видео речь пойдет не только о серии Grand Theft Auto, но и также об одном бывшем и интересном, по крайней мере для меня, государстве – это Югославия. Вкратце расскажу о самом государстве, перечислю причины распада, ну и в конце расскажу о том, в каких частях серии ГТА данное государство упоминается. Всем привет, с вами Zodrotix и мы начинаем. Расскажу немного о самом государстве, но немного. Югославия – это бывшее государство, существовавшее с 1918 по 2003 год. Оно находилось на Балканском полуострове и имело выход к Адриатическому морю. На северо-востоке страны протекала река Дунай, вторая по протяженности река в Европе, которая омывала как Сербию, так и Хорватию, Венгрию, Австрию, Германию, Румынию, Молдавию, Болгарию и Украину, ну и Словакию. Югославия была до 1947 года унитарным государством и в том же году стала федеративным. И в нее входило аж еще 6 государств. Это Сербия, Хорватия, Босния-Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония. Вот так. Как я уже сказал выше, государство образовалось в 1918 году, после Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской империи, то есть в начале 20 века. А распалась в начале 21-го, в 2003 году, причем окончательно. Было всего 4 причины распада. Первая – это национализм и ксенофобия, то есть вражда между босницами, сербами и хорватами. В Хорватии с 1929 по 1945 год были даже так называемые устыши, которые уничтожали сербский народ. И в их же взглядах выделялись такие вещи, как сербофобия и антисемитизм. Самины! Товер-то джубровамо! Копай майку, ты ебэм! Однако, вся эта вражда продолжалась до начала 50-х годов, пока не пришел президент Югославии, Иосиф Бростита, и не объединил народ. Да, с одной стороны, конечно, объединение народа – это хорошо, но с другой, это все дело продолжалось недолго, вплоть до 80-го года, пока сам Иосиф не умер и не началось падение коммунизма. Это уже вторая причина. Третья – это структура государства, ну и четвертая – экономический разрыв. Из всех югославских стран, Словения была единственной страной, у которой была нормальная экономика. Вот так. Пожалуй, все причины подробно описывать не стану. Рекомендую вам по ссылке в описании посмотреть вот это видео и все сами поймете. Ну а мы переходим к игре GTA. В GTA есть персонажи, которые родом из Югославии. И как бы это странно ни звучало, но в GTA 2, а именно в 2D вселенной, есть персонаж по имени Сандра Тита. Она является женой Жиркова, главы русской мафии в Элниерсити, а также сербской беженкой. Если говорить про 3D вселенную уже, то раньше в бета-версии GTA 3 был автомобиль Панто, который был основан на реально существующем югославском автомобиле, застава Скала, ну или Скала. Ну и последнее – это HD вселенная, GTA 4. В этой части всего 12 персонажей, которые являются сербами. В частности, главный герой Ника Белич, а также Дефторагонист и брат Ника Белича – Роман Белич. Чтоб вы поняли, Дефторагонист – это второй основной персонаж в игре, но за которого нельзя сыграть. Помимо них есть и Мелика Белич, Иосиф Белич, Фориан Кравич, Дарку Бревич, Дмитр, Драган, Горан, Мио, Марко и Милатадич. Если мне не изменяет память, то Мелика и Иосиф Белич – это родители Ника Белича и Романа, но поскольку на протяжении всей игры Ника часто вспоминал про войну, на которой ему пришлось воевать, возможно, эти самые родители родом из Боснии и Герцеговины. Фориан Кравич является знакомым из прошлого, а Дарка Бревич является одним из вышедших отряда 15-ти, наряду с Никой и Форианом, а также третичный антагонист игры. Сам он из Югославии, был сторон другом и сослуживцем Ника Белича и Фориана Кравича во время войны, но в определенный момент он предал отряд, включая самого Ника, Фориана, Дмитра, Драгана, Горана и Мио, а предал он отряд их противникам за 1000 долларов, для того, чтобы удовлетворить свою героиновую зависимость. Позже он бежал в Бухарест, столицу Румынии, но в один прекрасный момент его похищает и перевозит Либерти Сити, и оставляет в международном аэропорту Фрэнсиса. У Ника будет возможность, либо убить его, либо оставить. Вот такие вот дела. Что ж, вот такое вот было видео, надеюсь вам оно понравилось. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Все, всем удачи, всем пока, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok